Друзья, привет, любители колес! Видео спонтанное, просто было интересно сравнить цены. Невысок у нас максимальная 900, Duster миллион, миллион двести из полноприводных, из новых автомобилей. Ну и заехал к ребятам, взял вот этот вот автомобиль интересный. Это будет мое чисто субъективное мнение про этот автомобиль. Как едет, по трассе прокатнемся, заедем в небольшую там бездорожье посмотрим, ну и вообще в салон. Так что знакомьтесь, черри тига. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, едем на черри тига. Знакомьтесь, Алексей. Алексей вам расскажет немножко про этот автомобиль. Алексей, поздоровайся и расскажи, пожалуйста. Добрый день, уважаемые. Я даже не знаю, как правильно назвать телезрители или ютуба зрители. Да, как получится. Вот, в общем, подписчики телеканала. Сегодня вот мы с вами едем на самом компактном кроссовере из линейки черри. Это черри тига 4. Это первый представитель, который был построен на платформе D1X. В России он появился в 19-м году и является уже два года подряд хитом продаж, потому что самый доступный из линейки черри. Существуют стереотипы, но в принципе мы с вами понимаем, что раньше китайский автопром работал копированием лучших моделей мирового автопрома. То вот эта платформа была разработана уже с нуля совместно с ведущими инженерами Европы. В частности, Land Rover, Jaguar, Lotus, AVE, Bosch. То есть вот китайские автопроизводители, выкупив лучших инженеров, спроектировали с нуля вот эту машину. Вот сегодня мы будем на ней кататься, про нее рассказывать. Ну, скажу, что австрийский движок, компания AVE, компании, которая занимается разработкой и настройкой двигателей для Формулы-1. То есть вот здесь вот этот двигатель стоит от этой компании. Вообще компания черри уже давно работает с AWL, и все модели оснащаются именно такими двигателями. Они зарекомендовали себя просто неубиваемыми. Если у вас есть кто-то среди друзей и близких, кто владеет черри, вот спросите у него, есть ли проблемы с двигателем. Наверняка скажут, что нет. Двигатель очень выносливый и производитель. Компания Lotus настраивала подвеску. Вот сегодня Виталий мне пообещал показать злачные места. Посмотрим, на сколько они будут. Доедем, где мы на ней выкатались. Вот компания Lotus настраивала подвеску на этой модели. Вот посмотрим, как подвеска работает. Здесь движок 2 литра, 122 лошадиные силы, атмосферный. Вместе с ним работает вариатор. Тоже немецкой разработки, европейской. Не с ремнем, как раньше было, допустим, на предыдущих вариантах вариаторов, а с цепью. Гарантия на двигатель и на вариатор 5 лет или 150 тысяч пробега. Неплохо, неплохо. Да, это очень неплохо. На наших автомобилях автобаз Нива 2 года гарантии или 30 тысяч. И переднеприводные 50 тысяч и 3 года, по-моему. Ну вот, есть с чем сравнить. Согласен. Итак, ребята, это будет наше субъективное мнение. Мы не будем вам говорить, это хороший автомобиль или плохой автомобиль. Просто покажем, расскажем. Я вам расскажу свои впечатления. Первый раз я на этом автомобиле вообще езжу. По посадке, по движению, как подвеска работает. Загоним немножко в тяжелые условия. Но так как это передний привод, правильно? Да. Передний привод, но резина шиповная, далеко не поедем. Посмотрим клиренс какой, не помнишь? 190. 190. Ну, пониже, чем Нива. Сейчас мы едем там, где мы недавно катались на хороших машинах. Загоним и посмотрим, как отработает этот автомобиль. Электронные поможки какие-то есть у нас? Система антипном. Естественно, АБС, понятно. Противопрогрюксовочная система. Система помощи при экстренном торможении. Тут порядка 25 систем, которые отвечают за курсовую устойчивость, за распределение тормозных усилий. Кроме того, здесь стоит имитация блокировки. То есть, если в машина вывешиваются колеса, то вариатор адаптируется и перебрасывает тормозные. Крутящий момент. Ну, сейчас мы это посмотрим. На нужное колесо. То есть, ну, тут, можно сказать, так полный фарш. Ну, ладно, едем. Испытаем немножечко. Ну, что, друзья, смотрите. Клиренс, я не знаю, сколько здесь примерно. Ну, и подъем идет. Попробуем черри тига. Как оно у нас поедет. Ну, согласитесь, на подъем без пробуксовки. Отличный вариант. Итак, принял я удобное положение. Если сравнивать автомобиль с Нивой, ну, внешне кажется, что он поуже. Но я думаю, это обманчиво. Так комфортно. Сидение, боковая поддержка есть. Ну, удобное сидение. Посадка удобная. Руль регулируется, да? В высоте. На вылет? Нет, в этом моде. Понятно. Ну, что, давайте попробуем прокатнуться. Задняя, нейтраль. На драйве поедем. Не забываем, передний привод. Далеко лезть мы не будем. Тым-тым-тым-тым-тым. Так, уже чиркаем. На Ниве я здесь проезжаю спокойно. Это не то, что сравнительный тест. Это просто показать. Сравнить. Мне кажется, мы не херами. Сейчас засядем. Так-то прет, да? Пока едем. Пока едем. Едем специально потихонечку, чтобы почувствовать, когда этот автомобиль начнет садиться на днище. А он не садится. Пока едем. Там вообще разворот какой-то существует? Ну, сложный. Прям еду на малом-малом газу. Вторая, первая передача. Ты смотри, о чем мы едем. Реально. На переднем приводе. Да, что делать? Нормально. Нормально. Не срывается ни пробуксовка, ничего. Да, да. Самое главное, что ему пока легко. Это не то, что сравнительный тест. Просто познакомить вас с автомобилем в пределах цены миллиона триста, миллиона триста пятьдесят. Нива, как я и сказал, это примерно 900 тысяч сейчас стоит. Это новая Нива Тревел. Дастер у нас. Сколько они стоят, дастеры? От миллиона? Наверное, уже. Так, ребята, вот здесь я, конечно, не знаю. И вот, прям честно сказать, я не знаю. Ну, нам-то разворачиваться в любом случае не надо. Так что давай, наверное, вот так. У вас техподдержка-то есть? Если что, забуксуем? Переднеприводная. Кстати, за последний месяц несколько человек именно на Нивах купили вот эту четверку тем, кто, кому нужно вот, ну, не только передвигаться беспрепятственно по большим таким буракам, да? А кому в городе нужен еще, ну, какой-то такой... Так, вы знаете, я, честно сказать, в шоке. Вот, честно сказать, в шоке. Так, давай-ка мы на принудительную вторую. Переключай, наверное, на принудительную вторую. Вторая первая? Ну, сейчас она поедет. Поехали. Так, ребята, здесь уже нужно нам немножко набирать, потому что и подъем тут уже стесняться мы не будем. Вот, смотри, газ в пол давлю. А он лезет. Смотри, газ в пол давлю. Обороты не поднимает. Обалдеть, классно, классно. Классно. Очень классно. Стоп, назад. Так. Да. Так, тут расскажи сразу. Здесь камеры заднего вида. А в некоторых моделях, вот тут, видите, стоит нарисована машинка, в некоторых моделях существует еще 3D-проекция. То есть, когда 8 камер вокруг и полностью показывают, что происходит. В данном случае здесь только вот камера заднего вида. Вот я про что говорил. Система имитации блокировки. Если какое-то колесо где-то зависает, то вариатор перебрасывает. Так, нам главное не закопаться. Это точно. Толкаем? Нет, подожди. А если прям газикой назад? Мы сейчас упираемся. Ну да, там тольея. Ты знаешь, она... Пол в газ даю, а она не едет. Ну, да, да, она его это... Да. Кстати, можно ЕСП отключить. Да, вот это... Отключаем, давай ЕСП. Вот это да, я подзабыл, честно сказать. На внедорожье желательно отключать ЕСП. Почему? Расскажу чуть попозже. Есть один момент. С Дастерной сейчас выйду, расскажу. О! ЕСП отключили. Так, здесь сейчас не получится, потому что нам нужно... Перепробить с колею, да? Да. Классно, 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 классно. Этим всем сказано. Опа, садится. Много. Нам нужен небольшой такой скачок. Давай, 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 давай. Нет, стоп, 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 стоп. Так. Вот, 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 что нам нужно. Нам нужно встать в направлении вот этой дороги. Поехали. Опа, 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 опа. Ну вот, Виталий, как знал, не волнуйся. Ну вот, смотрите. Ну, я очень доволен этим автомобилем. На переднем приводе я здесь не катался. Но, оказывается, смотрите, передний привод. По поводу ЕСП. Что хочу сказать. На бездорожье всегда нужно отключать ЕСП. С чем это связано? Очень большая нагрузка идет на двигатель, на сцепление. Когда вы буксуете, тормозные колодки постоянно поджимают. Сцепление очень сильно начинает гореть. Я знаю Дастер, который в 40 тысяч поменял сцепление вот из-за этой штуки. Когда ЕСП нету, то дифференциалы свободны. Он перекидывает и крутится колесо то, которому легче. И тем самым сцепление у нас не страдает. Так что, знаете. Так, ну что, здесь как мы можем еще покататься? Сейчас вот здесь посмотрим. Так, ручник здесь механический. Тормоза, в общем. Тормоза здесь. Ну, двигателя, конечно, очень хватает, в принципе. Сам хочу попробовать с системой ЕСП покататься. Без ручника посмотреть. Давайте. Блин, она не дает обороты. Обороты не развивает. Глушик ее глушит. Не позволяет. Но интересно. Интересно. Вот газ, пол давлю. Видите? Не хочет ехать. На кочке. Ну-ка. Вот, вот здесь интересно будет. Пошлите с улицы. Вам сниму. Посмотрите. Давайте посмотрим. Ну что, поговорим про задний ряд сидений. Семейный это автомобиль. Или не семейный. Давай печу включать. Что-то мы уже замерзли. У тебя вот здесь, смотри, есть система подогрева. Можешь включить себе подогрев сидений. Ух ты, здесь наш подогрев сидений есть. Двухзонный, да? Ну да. Круто. Неплохо. Ну что, смотрите. Расстояние. 1,82 метра. Напомню. Неплохо. Неплохо. Для четверых автомобиль вполне комфортно. Для четверых взрослых, если сидеть. Ну, в принципе, пятером тоже можно сидеть. Расстояние коленки. Это примерно как у меня в пятидверной Ниве. Вот так же примерно. Сижу в удобном. Коленки не касаются. Вот тут может стеклоподъемники. Так, система ESP включена. Поехали, смотрим. Ну, или подъем легкий, или электроника умная. Сейчас за рулем прокатнусь я. По поводу обзора автомобиля. Центральное зеркало смотрится отлично. Боковые зеркала смотрятся отлично. По поводу тормозов. Передние стоят дисковые, да? Да. И задние стоят. И задние дисковые, да. Плюс система ABS, Bosch 9. Козырьки. Зеркалом даже, смотрите. Хотя обычно на водительском никогда ничего не бывает. Так, здесь что у нас, расскажи. Ну, здесь система GLONASS и управление фонарами. Ух ты, красиво, красиво. Управление очечника, соответственно. По цене? Давай сразу обсудим, расскажи. Вот такой автомобиль для тех, кто любит механику. 21 года выпуска будет стоить 1.019. И если найдете автомобиль 2020 года, может уложиться в миллион. 999. Но, как показывает практика, не найдете. А можно я боком проеду? Боком это как? Ну, вот так вот так. Да, конечно, можем. Спасибо. Человек добрый. Вот. Мы сегодня ездим на комплектации в Техмо. Это, ну, можно сказать, самая-самая-самая высокая комплектация. Вот такой автомобиль без скидок стоит миллион 359. Но обычно люди что-то сдают. Трейдинг. Сейчас у нас режим яка, да? Да, режим яка. Как какой-то электромобиль. же интересно но и вот начнется если мы допустим с учетом скидки по трейдвин с учетом скидки допустим по семейному автомобиле то есть люди будет где есть 200 миллион 249 вот такая вот честно первое впечатление группе раз вообще вот на китайском так сказать автомобили катаешься мне очень нравится он вроде внешне кажется маленький внутри как вы видели что с моим ростом ну даже и выше двухметровый человек здесь поместится вполне спокойно сейчас мы кое-что заберем то что мы забыли поедем на трассу посмотрим разные режимы как себя будет вести автомобиль по трассе принципе по бездорожью как вы сами заметили автомобиль показал себя добротно неплохо вот он стоит наш автомобиль который я как говорится пока не применяю ни на что автомобиль него приносит намного больше наверно удовольствия или впечатления впечатление точно после вашего по вашей трассе сегодня поехал я понял что нет на этом автомобиле едешь ничего не гремит он едет просто понимаете электроника за вас думает на полноприлодных автомобилях на механической коробке но и в том числе и него него это самый по цене я бы сказал да доступный автомобиль полноприводный но до чего такой настоящий полно да вот это передний привод как видели что показал отлично ну ладно едем на трассу автомобиль заводится с кнопки аккумулятор 55 не знаю только него воды надо надо все надо знать но поехали на трассу съездим посмотрим как автомобиль ведет себя на трассе вот руль такой знаете мягкий сам пластик вот такой отделочка хороший мягкий даже вот здесь вот типа там найти как будто поролон что лежит или такой материал интересно классно и так сейчас мы едем в режиме эко это что значит режим плеку экономичный режим здесь не так не такая обогащенная смесь здесь не так реветаться как не такая большая нагрузка на двигатель для спокойной равномерной езды самое 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 то а если хочется где-то поресачить где-то прибавить газу тем более двигатель позволяет здесь есть кнопка включение спорт сейчас пока это она самой мультимедиа что можно сделать здесь сейчас у нас играет радио а так здесь есть радио управление звонками здесь можно посмотреть видео ну и естественно соответственно блок управления климатом тоже здесь все это так сказать ну короче регулирует можно все отсюда да 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 вам лапки да подогрев стекла стекла лобового установлена вот а то все отсюда может можно включить понятно утром и встаем заводим машину если нам нужно вогрев стекла кстати вот именно эта модель она комплектуется это пожелание как опция идет сейчас по желанию клиента ключом браслетом фитнес-браслетом то есть виду это как в обычный фитнес-браслет с часами там с возможностью синхронизации с телефоном но на самом деле это ключ от машины с него можно завести машину там можно открыть машину закрыть машину это ключ дистанционный ключ получается но это дополнительно как-то ну и тогда это дополнительно как опция идет не на посадку удобно прям всю спину все элементарно сиденье которые стоят здесь сшлет и разрабатывает компания которая делает салон для лендровер и даже в своем классе многие отмечают что включили одна из самых удобных посадок боковая поддержка есть никуда не исчезаешь на самая такая болезненная как изначально китайский автопром на российский рынок и вышел изначально было что плохое качество металла как я помню были говорили что говорили что с бочки лукойла там делали но это так утрирую конечно как на данный момент стоит дела с этим у них черри в два этапа эту проблему решала уже на предыдущих поколениях тига 3 тига 2 использовался катафорезный грунт когда перед покраской машину полностью погружали вам ванночку да а вот начиная с тига 4 здесь уже оцинковка полностью здесь полностью оцинкован автомобиль но кроме крыши и капота подожди то есть днище пороге и двери все все что вот вокруг до соприкасается непосредственно с агрессивной средой все оцинкованно у клиента покупателя отдельно будет гарантии пять лет на коррозию авто и отдельная гарантия пять лет на краску если краска потускнеет полопается что-то еще с ней произойдет это все устраняется за счет счет компании офигенный трехслойная краска сверху слой лака оцинкованная железо вот такое через сегодня классно ребят вот комментариях напишите кто катается на таких автомобилях как с какими проблемами вы сталкивались может быть в гарантии какие-то там отказы были по краске пожалуйста напишите в комментариях будет интересно почитать вообще а сколько у нас в аренбурге вообще салонов вот черри например у нас сейчас в городе действует два официальных дилера черри вот и в скором времени уже в апреле будет открываться еще один салон на нежинском шоссе но там если я вам тайно расскажу ничего страшного я не знаю всему миру там будет представлена не только бренд черри но и новый бренд в черри exit это что-то вроде премиального суббренда как вот у lexus toyota как infiniti у nissana на рынок оренбурга выходит черри exit это премиальные полноприводные кроссоверы кстати как только придет приглашаю на да ребят если вот этот ролик так сказать зайдет вам по интересу вот такие такого автомобиля не только полноприводного например если я увижу динамику какую-то там в комментариях там лайках будет и пишите какой интересный автомобиль и вот из этой серии то есть вот алексея думаю нам предоставит ради бога до 7 против 8 то есть жду от вас активности как активность снимем другую модель если согласна то ставьте лайкоса как говорится так ну что сейчас мы выйдем на прямой участок трассы асфальт сухой и попробуем на спорте да там камер нет вроде как на ради бога и попробуем ребята я говорю не то что камер нету мы всегда ездим и соблюдаем правила дорожного движения ни в коем случае мы не превышает донс ради да просто показать возможности и даже не то что возможности все возможности автомобиля не покажешь это все с большим периодом времени наверное показывается зимний период период морозы дождь там вот эти вот знаете жара как работает кондиционер как работает печка вот всю эту информацию если у вас есть то пишите в комментарии нам будет интересно почитать да даже нам будет интересно почитать потому что обратная связь нужна от прямых польза а вот например какие-то претензии у людей по автомобилю есть вы как-то связывайтесь с производителем или у вас нет такой функции есть мы как официальные дистрибьюторы официальные дилеры прошу прощения если человек приезжает каким-то случаем вообще с какой-то проблемой если автомобиль гарантийный это вся проблема фиксируется обращение фиксируется производится все необходимые замеры там и тогда отправляется именно производителю обычно в течение там часа приходит ответ одобренный ремонт но вот что касается допустим четверки это одна из самых без проблем этого мире то есть на нее каких-то нареканий не ясно так на спорт нет режим я к туда обратно на спорте поедем туда река да человек стоит все газ пол просто нажал газ пол пробуксовка для все равно интересно работает такое ощущение кого-то на буксует то есть это вот не как автомат то есть чекать переключаток такого нету а вот постоянно же но интересно интересно да это просто вариатор а на коробку на вариаторе у вас пять лет тоже до 5 лет или 150 тысяч пробега я знаю что по вариаторам но это чей вариатор это немецкий немецкий разрабатывали данным немцам делают все это собирается в китае на завод принципе вариаторы по 200 200 сантрук стать я понял ходят в принципе нормально замена масла здесь как она должны 40 тысяч вот это вот правильно чем чаще будете менять масло на автовазе коробка автомат джатка которая установлена в книжке написано что на весь срок службы автомобиля а весь срок службы автомобиля это 120 тысяч представьте хотя тот же автомат который стоял раньше на nissan у них рекомендациях написано каждых 50 тысяч замена масла представляешь это для чего делается я не знаю для того чтобы 120 тысяч ты проездил автомобиль просто выкинул но то есть не выкинуто но будет все равно в автомате вариаторе нужно менять масло из-за того что она горит как бы вы не думали что в каком режиме вы ездите масло по-любому горит идет износ здесь установлен ремень он все равно вот эти вот всякие шлаки есть и масло поэтому меняется на фильтра и прочее прочее также спорт разворот посмотрим неплохо неплохо как газель разворачивается режим спорт подъем трасса газ пол нажал пробуксовка 6 тысяч оборотов примерно 5800 он примерно до постоянно пять с половиной тысяч держит и сейчас уменьшается два литра какой расход городе будет наверно около десяти не больше не это ну как есть если вот так на спорт режиме наверно может управляемость на асфальте руль отзывчивый прям очень отзывчивый но опять же противозаносные какие-либо другие интересные плюшки здесь давайте подведем итог наверное будем заканчивать это видео миллион триста стоит автомобиль черри тига это какого года но это 20 а я 20 так как я первый раз вообще на нем катался на этом автомобиле мои впечатления но скажу честно мне понравилось то есть каких-то лишних шумов наверное здесь нету все сбалансировано конечно есть эксперты которые найдут много минусов это однозначно возьмите топовых блогеров которые берут машина за 15 миллионов и их обсирает потому что там что-то там пластик не такой ребята мы с вами получаем определенную зарплату мы смотрим вот доступные автомобили это вот там нивы да там дастеры ну и вот там миллион триста там но я считаю полтора миллиона но это уже что-то такое добротное автомобиль то есть вот миллион миллион триста до возьмем вот он автомобиль я вам показал сейчас еще выйдем посмотрим двигатель под ними как это все расположено вот вариатор в принципе если вы едете спокойно вам на всю жизнь его хватит если будете менять по регламенту масла насчет теплый не теплый автомобиль только могу со слов или почитать в комментариях людей которые расскажут тепло в этом автомобиле или нет летом жару также про кондиционер не могу сказать потому что я не знаю также ребята в комментариях я думаю напишут про охлаждение этого авто двигатель здесь установлены резинки чтоб грязь не не летела почему-то не до конца тут замок потому что скрывается а реза но все равно возможно не знаю наверно грязь все-таки летит здесь итак двигатель выглядит таким образом аккумулятор 60 место достаточно много для этого двигателя то есть можно подлезть под что-то там подделать подремонтировать генератор установлен сверху то есть его не забрызгает но все принципе доступно для ремонта есть чё по двигателю сказать такого еще нет но я уже сказал что это автрии это австрийский двигатель марки авэл это прям линейка октеков на предыдущей модели у тига 3 на подобный движок китайцы дает рису давали ресурс миллион вот сейчас вот вы не в китае у себя даже на некоторые модели сделали по жизненную гарантию на движке так что двигатель беспроблемный он раньше стоял еще на двух моделях и дарик за зарекомендовал себя очень хорошо ну ладно что все понятно да поехали прокатнемся дальше сейчас знаете что посмотрим как работает подвеску камеру поставим под картер наверное прокатнемся но и посмотрим и вы посмотрите снизу как это все работает и 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 Субтитры сделал DimaTorzok